Фестиваль был в Туве, это на границе с Монголией. Завтра 13 шаманов. И вот приехал шаман из Мексики и делал нам две церемонии. Первое твое или ты до этого что-то делал? С Пиетом, да, первое. У меня был как бы СОВСД ОПГ. Ну и как-то? Да, вообще прекрасно. У меня как бы был по началу страх какой-то там. До этого до церемонии нам в нем говорил, что можете плевать, трансить и так далее и тому подобное. Ну я даже не проблевался. Вообще классно. Ну меня очень сильно почистило, как бы так изнутри. И ментальный мусор какой-то тоже улетел и с духами пообщался. Да ты что, пообщался? Да. Скажи, как, голос был или что? Голос, видение было. Ну я природных больше видел, там местных, потому что мы были в лесу, там вообще вдали-вдали от города. Вокруг Саяны, горы. Говорил, нет? Общался? Нет, поговорить как-то нет, они как-то просто показались. На контакт не стали выходить. Ну там, потому что Дон Рахелева, как бы он сам общался, другим не давал. А, интересно. Ну он очень много говорил про Будду, потому что там, говорю, там много буддистов было среди нас. Говорил, я сам с вами стал буддистом. Потому что, говорит, приходил, говорит, Будда и просил молиться, там, пели мантры, делали простирание. Он сам делал простирание, там, первый раз в жизни. Я тоже первый раз в жизни простирание делал. На второй церемонии я смеялся, наверное, около полчаса, там, как ребенок. Да, это вообще предел. Это самая верхушка. Да, да, да. Зайти посмеяться. А сколько длилось? Часов 10-12 церемония? Как долго? Так, ну мы вот выходили в 9 утра, о, в 9 утра, в 9 вечера, получается, в лес шли где-то порядка 3 километров. Где-то в 11, наверное, мы начинали уже с луной и с полной. И заканчивали мы уже с рассветом, встречали рассветом. То есть я приходил в лагерь обратно где-то в 7 утра, где-то вот так вот примерно. Ну, то есть это где-то около 7 часов, вот так вот. А кушали вы сам кактус или что? Как? Что принимали-то? Да, сам кактус, он в сухой, измельченной форме был. Пьете? Да, пьете. Мы ели его ложками просто. Сколько тебе дали? Он говорил, минимум 2. Вот я 2 и брал. Ну, но перед этим он делал рапе еще на ногах. А остальные как? На ногах тоже все ходили? Вы, получается, весь треп ходили? Половина была на ногах, там, кто выдержал, как бы, а половину срубила, и они куда-то улетели там в свои мысли. То есть они спали всю церемонию, просыпались только под утро, когда мы встречали рассвет. Ну, одна женщина, она пришла на первую церемонию, она приехала, она не ходила. Что-то было с ногой, и после первой церемонии она ушла сама на своих ногах, она вылечилась. Она рассказывала, говорит, она чувствовала, как духи и ноги лечат. Да, а я в это верю. Раньше не верила, а когда со мной случилось, я поверила. Ну, такой очень классный опыт на всю жизнь останется. Да, это такое очень сильное событие, что тут уже после таких переходов не остается никаких сомнений, уже даже не хочется ни с кем спорить по этому поводу. Да, да, да. Уже никому ничего не хочется доказывать, потому что знаешь, что это есть. Да, абсолютно. И думаешь, да, идите вы своим путем, и ради бога приходят. Да, да, да. Это очень классно, когда приходит вот это спокойствие после таких вещей, и не надо никому лезть, не надо никому приставать, говорить, что им делать, тролли-вали. Да пошли нафиг. Пусть каждый делает, что хочет. Не надо никого контролировать, не надо держать оборону. А самое главное, ничего не раздражает, понимаешь, что... Да, причем у меня голова такая светлая, чистая, ясная вообще до сих пор прям. Мысли появляются, я уже даже знаю, как их растворять уже сама по себе. Прикольно то, что как бы вроде и ничего не меняется, но намного легче и интереснее. Ну да, да. Все приобретает какой-то смысл сразу же. Да, веселые. Очень хорошо, отлично. Когда ты был вот только что? Получается, одна была 27-го церемония в июне, а вторая была 30-го. А что с ЛСД у тебя было? Ты мне можешь сказать, разницу ты почувствовал? Да, очень огромная разница, потому что ЛСД первый раз это был на Новый год, это был праздник, все пили, гуляли вдвоем. Мы вдвоем только были под ЛСД. Сколько ты взял в этой ситуации? Ну, немного, по-моему, там где-то полмарки было. Такое было бы то, что я больше там общался с детьми, потому что там были дети, и мне как-то прикольнее было с детьми, чем там с пьяными неадекватными людьми. Да. Ну, он так трэшево маленько прошел. Ага. Второй были дома, вдвоем вот тоже с другом, но и дома как-то это все равно ни о чем. Просто контакт с друг с другом был классный какой-то духовный, но не больше ничего такого. Просто увидели друг друга там энергетическому роду. А третий раз был на природе, я ходил с Кришнаитом, с одним знакомым по лесам. Духов тоже увидел, но они как-то так показались и напугали. Больше нас просто кружили по лесу кругами, ходили, блуждали. Ничего себе, так у вас был разделяемый трип? Ага, и дальше-то что было? В конце вечера был часов восемь, то есть это была зима, мы немножко подмерзли, просто сели, уже устали. Решили попить чай, и тут как бы раскрылось полностью ЛСД, мы увидели Волочию, тот рисунок, который был на марке. Там был бриллиант, по-моему, нарисован, вот мы этот бриллиант увидели. Траву куришь? Траву курю. Я вот думаю, выращивать, но еще-то как-то пока не срастается, но семена где-то качественно имеются. Ну да, и заморочка у вас там с властями. Да, у нас вообще заморочка с этим полная. Хотя какие-то законы кто-то присылал, вроде бы если один куст выращиваешь, никто ничего не говорит. Это фигня, это здесь если только какие-то есть связи с полицией, то тебя не трогают, а так это с законами здесь ничего не обойти. Все меняется непредсказуемо и очень быстро. Да. Я тоже сюда приехала, здесь было нелегально, и я смотрела эти фильмы с Чичиншоном, как они там ходят, опрыскивают свои кустики. И я думаю, боже мой, боже мой, когда-нибудь это настанет. И настало. Хожу по своему лесу и кайфую, и вспоминаю, как я сидела, пускала слюни около телека. Потому что все мечты сбываются в той или иной форме. Чуть-то мы отвлеклись. Расскажи, что дальше было про пиотовый трип. Ну, очень классно то, что он сделал нам вот этот ритуал, который, грубо говоря, он не передается из поколения в поколение, из уст пуста, и ему уже там более трех тысяч лет, а может и больше. Ну, что мы открывали порталы по всем направлениям вначале, по сторонам света, Вселенную, Землю. У нас был Человек-огня, у нас была Женщина-воды. То есть, Человек-огня, он постоянно следил за огнем, чтобы огонь не потухал. Женщина-вода следила за водой, если кому-то нужна водичка, она подносила. И в конце церемонии мы закрывали обратно все эти порталы. И он рассказывал, что вся церемония это как книга. То есть, вначале мы ее открываем, а в конце мы ее закрываем. И это все было вот через переводчика с девушкой? Да, это все было через переводчика. Переводчик был вот мужчина. А, мужчина? Была его жена, она переводила на английский, а мужчина переводила на русский. Там у нас такая интернациональная группа, потому что была там и иностранца. Ну, классно вам по всем канонам в виде красивой игры. Классно, очень здорово. Я наконец-то понял там на церемонии, что такое театр вообще. Я просто в театре работаю. Одна из частей церемонии уже заключительная перед тем, как солнце встает, это такая игра с маской. То есть, на человека надевают маску, и он бегает вокруг костра и делает абсолютно все, что хочет. То есть, если он надел маску, все, он делает все, что хочет. Подобие Локи, такого бога, божества. И вот это было очень классно. И вот как раз на второй церемонии, когда была эта игра с маской, я ухахатывался громче всех. На меня все смотрели, как мне это было. И я тоже вот в последнее время уже два года не хожу, потому что я просто сижу и смеюсь, как подорванная. Вот четыре часа, и я сижу, содрогаюсь, у меня типа вот сопли, слезы, и я стараюсь не взвизгивать, чтобы людей не распугать. Потому что туда, куда я хожу, у нас как бы люди, они давно этим занимаются намного дольше, чем я, и они такие дисциплинированные, там ни звука никто не издает, знаешь, чтобы не мешать, как бы, ну, уважая друг друга. Даже не разрешается там стонать, кричать, знаешь, громко. То есть все выдержанные, и как бы ржать, когда там некоторые идут в серьезные разборки с самим собой, вселенная, все серьезно. Я сижу с повязкой, ничего не вижу, но я точно знаю, что, потому что шамана, я сажусь напротив них, в кругу, и я вижу, чувствую просто, что они сидят, надо мной угорают. Потому что ты комнату можешь видеть. И у меня через... Ну, я глаза закрывала, у меня тоже видение было абсолютно, как с открытыми глазами. Даже если к тебе кто-то подходит, ты знаешь, ты видишь, кто подходит. Оно не всегда, но точно, абсолютно. И я через 20 минут, у меня морда всплывается, и я начинаю в корчах сползать с кресла. Представляешь? И вот это очень долго. Ну, это круто, но когда 4 часа... Я перестала ходить, мне уже и так смешно. Ну, вот там был еще один шаман, он был с Техаса. И он тоже делал пьет. Я не пошел, у меня пошли ребята, которые ходили на первую церемонию. Меня к нему почему-то не потянуло. Ну, это кто на первой церемонии, там, тоже кого сорвало у нас. Ну, как-то вот не очень вот... Или они не так много вам дают? Ну, как-то вот разбредаться людям по лесу в таком состоянии... Он говорил, что вы можете ходить, но недалеко, чтобы... А если человек вырубился и идет как в коме, он же вообще не видит, куда он идет. Это да, но ничего, вроде все были в адеквате, потому что он всех там защищал. Ну, хорошо, это хорошо. Это очень важно, шаман. Я раньше не верила в это, я думала, это все блатавня какая-то, фигня. И шаман просто сидит там, дурака валяет, знаешь, притворяется. Потом, просто мне повезло, я попала сразу в ручки к хорошим, к опытным, таким, знающим свое дело, хоть они и белые. По прошествии времени я попала в плохим. Блин! Я тогда поняла разницу, и я вернулась к теме, и я стала спрашивать, и конкретно вопрос стала задавать. Да, проводник очень важен. Очень, это 50 на 50. Я вот видела, когда у меня музыкант один делал айаваску дома, он в таких был корчах. Смотрел видео, да. И он не верил вообще в это, он такой независимый и хочет на все иметь свое мнение. И вот один он сделал, и он мне сказал, да, я теперь знаю, что должен быть кто-то, кто будет на себя брать, отвлекать духа, иначе приходится с ними драться все время. И не знаешь как. Вот в этом-то и дело. В этом и проблема, потому что неопытный человек подумал, что он там сколько-то много взял айаваски, и это не делает тебя как бы опытно в защите. Поэтому это важно, да, я в это верю. Я из своего опыта поняла, что если шаман знает, что он делает, если у тебя есть связь с ним в трипе, это вообще дофига, потому что тогда ты можешь набраться дерзости, смелости, подвязать штанишки и рвануть так далеко, что мало не покажется, и знаешь. И если собрался так далеко, и тебе полный кранты, ты где-то там, на том берегу, где твое тело осталось, через которое ты все равно воспринимаешь, у тебя якорь есть, ты знаешь, он тебя спасет. Да, абсолютно. Он даже пел песни на мексиканском. Ну, я понимал абсолютно все, о чем он поет, даже без слов. Я абсолютно верю, не какое-то совпадение. У меня, когда идут срывы, и когда я в трипе уже знаю, что мне капец, просто знаю, и за секунду до этого копца шаман что-то раз и делает, или он говорит, причем он говорит фразу, например, «Ну, а теперь расскажи мне о смысле жизни». Так, а сейчас с каким-то яхитством, ну, он такой нью-йоркский, он был раньше, ну, в Нью-Йорке жил и был журналистом, мол, и он с таким яхитством, ну, че, типа досмеялась, все нормально, все нормально, и раз, и меня выкидывает. Это очень важно, когда у тебя есть нитка, с которой ты держишься. Да, согласен. Тогда можно как бы и немножко поднажать на себя и пойти подальше, потому что какие бы мы ни были храбрые, все равно страшно, блин. Да-да-да. В тех мирах там шутки плохи. Шутки абсолютно плохи, потому что случится, может быть, все что угодно, все. Причем молниеносно и вообще не знаешь, че, где, как, зачем, и очень боязно. И вот тут как бы идет тренировка собственного оптимизма, чтобы даже когда уже вот наложишь штаны, засмеяться, и это спасает. Ну, я тоже на второй церемонии, когда танцевал, немножко так начинал уходить в транс, куда-то проваливаться, ко мне сразу подходила его жена, и артышом как бы этим растением окуривало меня, и все, и мне сразу я в себя приходил. Очень интересно, два человека мне позвонили и рассказывают о пьетовом трипе с разрывом две недели. А вчера так было интересно, я записала этот трип последний про Давида, как он с собой встретился, и я когда слушала его, очень сходно было у меня, и бог такая была, когда меня взорвали, блин, все осколки моего, как он описывает, подземного бронированного бункера, а у меня это был шар прозрачный, но необычайной крепости, и его бум, долбануло. И он попал через дверь к себе маленькому, у меня практически было то же самое, только в других видениях, и когда ты сам к себе подходишь и говоришь, блин, все нормально будет, все будет хорошо. И я думала об этом, и думаю, хороший бы мультик мог выйти, вот с его пьетовского и грибного трипа, и у меня стали приходить картинки, как это можно сделать, практически у меня вдруг встал перед глазами весь мультик целиком, как он выглядел, его трип в этом мультике, было очень прикольно. Жалко, что я не владею анимацией на том уровне, на котором я могла сделать то, что вижу в своей башке. И так смешно, утром я от него получаю на телеграмму, он мне говорит, баба Маша, я так взял и написал свой рассказ от третьего лица, как в фильме, как будто это с мальчишкой случилось. Пьет прям, я понял, что он меня звал, и еще забавный факт, что в обе церемонии он вызывал дождь, и на следующий день после церемонии реально шел дождь, хотя у нас была жара, весь фестиваль там под 43 градусов. Вау, это что, в Туве может быть такая температура? Да, там очень резко континентальный климат, то есть там днем под 43, а ночью там может до 10 опускаться. Сам кактус, как они его собирают, раньше, говорит, они вообще до того, как идти собирать кактус, не ели, не пили, держали диету, никакого секса, только дисциплина, и они шли 15 дней в пустыню туда, с небольшим количеством воды собирали, пьют, 15 дней шли обратно. Сейчас, когда приехали машины, они точно так же держат там диету, но теперь они просто 3 дня на машину туда едут. Он же медленно очень растет. Да, и они его собирают там в какие-то определенные дни, то есть у них место для ритуала, и для них это священное событие. Потому что сейчас как бы пиета не так много осталось, поскольку он медленно, сейчас перу венторч больше распространен, потому что он быстрее растет. Угу, угу. А пиета он растет на сантиметр, по-моему, в год, всего лишь пуговки такие. Угу. Ну, это второй шаман, который делает церемонию, мне потом ребята рассказывали, что у них не было там таких вот танцев, песен, как у нас. Ага. У них были песни, но там пел только шаман, и они все сидели вот как раз в кругу, и жесткая дисциплина. То есть им нельзя было вставать, там нельзя было ходить, нельзя было засыпать. То есть тем, кому не хватало как раз дисциплины, видимо, пошли туда, чтобы научиться этому. Ну да, потому что впечатления будут разные, когда шаман держит всех на поверхности, не дает никому нырять на ту сторону. Угу. И песнями, и танцами, и вовлечением, и какой-то игрой, знаешь, это он вас не пускает. Да, ну причем вот он, несмотря на то, что не пускал, как бы я видел это просто всех в нашем проявленном мире. То есть все равно духи проявлялись, показывались в форме облаков. Ну да. Да. А ты сейчас смотришь на облако, и ты понимаешь, что как бы это, ну это нифига не облако, блин. Это вот так вот проявилось просто. Это такой обман визуальный. Меня так вот, знаешь, что разбирало очень после первой Айваски. У меня вот этот HPPD начался. Это можно описывать чем угодно, блин. На самом деле никто нифига не знает, что это такое. Вот заходишь, допустим, в ванную. Раз, и он стоит, блин. Не знаю, как это назвать, не знаю, что это такое, но это явно живое. Ну, блин. Не то, что живое в нашем понимании. Короче, существует вот так. Существо можно назвать определенно. Ты видишь, ты вот первым взглядом, пум, и видишь. А потом раз, когда уже сознание приходит, когда ты сам себя нашел, когда оно взгляд, а тебя еще нет. Еще слово определение не пришло, мысль не образовалась. Когда начинаешь о них думать, они исчезают. Ты видишь их. И меня так это пугало. Потому что я поняла, что они, блин, везде. И вот сидишь, сижу я в своей комнате, я вижу. Я даже вижу вот краем глаза, как они там. Меня это очень сильно напрягало, потому что это, ну, как бы один из симптомов шизофрении. Потом оно, ну, успокоилась я. Я думаю, что если очень сильно стараться и лезть куда не надо, то можно получить очень сильно по мозгам. Как в моем случае это получилось с Ибогой. Я была совершенно к этому не готова. Я так поняла, что психика моя, ну, больше не выдержит. Если я пойду дальше, то у меня коробка треснет. Я думаю так, что можно вообще разрушить все устои, все человеческие понятия, потому что ощущение будет настолько реальным, что назад возврата не будет. А с другой стороны, нафиг туда заходить, в эту страну мертвых, что мы там забыли, успеем попасть, блин. Полетала я, и хватит меня. Ну, они там с той стороны тоже отдали мне понять. Они сказали, все, Маша, хватит, живи дома. Добрые мои духи, блин. Потому что последний раз Ибоги мне столько дали, что я... Ну, ты слушал мои ролики, ты представляешь, какая у меня вера. Даже я там встретила Бога, я с Ним говорила, я все равно у меня не верю. И когда я лезла, 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 чтобы само себя доказать, и когда вот произошло все, я поверила. У меня вот мой разум поверил, что это было. И у меня пять часов был психоз. Вот натуральный шоссофренический психоз. Я не могла отделаться от этого чувства. Эмоции все. Не то, что это было, а эмоции были реальные. Реакция на это была реальная. И настолько она была реальной, чего угодно, что это тоже моя вина полностью. Мы нарушили правила, мы обманули шаманов и дали деру от них на второй день. Хотя должны были три дня провести с ними. Ну, музыкант такой резвый, он сказал, да, фигня, все, мы пойдем к себе в хижину, я за ней присмотрю. И уснул. А я там на крышу лезла. Я поэтому не хожу никуда. Мне как-то нет вопросов. Ну, вот у меня сейчас тоже пока нет вопросов, у меня никуда не надо. Да, нет вопросов, вообще все устаканилось, такая тише. Благодать, гладь и нафиг вообще, даже нечего спросить. Это противоположная апатия, это такая наполненность, что уже дальше некуда. Да, 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 да. Уже настолько все, даже если что-то и спросишь, и ответят, вообще нафиг это ничего не поменяет. Ну да. Это не то, что все вдруг стало прекрасным и красивым и все такое. Да, приходит то, что не нравится, но понимаешь, фигня злиться, надо через это пройти. Вот это дает баланс. Зачем лезть на небо, чтобы решать земные вопросы, грубо говоря. Да, да, да. Вся война, как Давид сказал, происходит внутри. Да, да, да. Причем он пел там песни на церемонии, чтобы наркоманы излечились, алкоголики излечились. Потому что там очень много ребят тоже пришло, которые там просто курят все подряд, нюкают все подряд. И накрыло так хорошенько на церемонии. Да, вот этот факт сам возмущает. То, что все абсолютно знают, что хорошие психоделики вылечивают от плохих. И они все равно занесены в реестр в одном списке. Это же абсурд какой немыслимый. Ну что, спасибо, что ты мне позвонил. Да, спасибо, очень приятно. Давно хотел уже связаться, но вот наконец-то. Спасибо тебе, удачи и всего тебе самого-самого. Все, Белогороди. Да. Давай, пока. Все, доброго. Пока.